Про наркоманию слышали многие, а вот термин «сахарный наркоман» звучит достаточно необычно. Кто такие сахарные наркоманы и как в избыточных количествах сахар влияет на организм человека? Вот тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Забежав вперед, стоит отметить, что в медицине не существует такого понятия, как сахарный наркоман. Однако ученые по всему миру все чаще начинают уделять пристальное внимание данной проблематике. Что такое сахар, знает каждый из нас с самого детства. Это белый сладкий порошок, получаемый промышленным путем из некоторых видов растений. Думаю, что я не открою большого секрета, сказав, что сахар не является пищевым продуктом, необходимым для функционирования нашего организма. В чистом виде он не содержит витаминов, минералов, белков, жиров и ферментов. Но, как ни странно, многие не представляют свою жизнь без него. Откуда же появился сахар? Большую часть времени существования человечества сахар не был знаком людям. А сейчас, среди всех пищевых добавок, сахар имеет наибольшее распространение. Если говорить о коричневом сахаре, который изготавливается из сока сахарного тростника, то его родиной считается Азия, где он был известен со второго тысячелетия до нашей эры. Еще 500 лет назад в большинстве европейских стран пищу было принято подслащивать только медом. А о сахаре знали далеко не все их жители. Сахар являлся дорогим заморским лакомством, относящимся к роскоши, и доступным только высшим слоям общества. А вот извлекать сахар из свеклы, человечество научилось только в 18 веке. Но лишь с 19 века производство этого вещества, начало набирать промышленные обороты, что позволило многократно удешевить его, и сделать доступным каждому человеку. В современном мире, по статистике, каждый человек, в среднем потребляет от 60 до 100 килограмм сахара в год. А рассматривая химический состав сахара, можно обнаружить, что более чем на 99% чистый сахар – это простой углевод. Почему же тогда в народе сахар часто называют еще сладкой смертью? Как всегда, народная мудрость оказывается права. Дело в том, что углеводы бесспорно необходимы для правильной работы наших организмов. Но когда происходит их чрезмерное поступление, тут-то и начинаются всевозможные проблемы со здоровьем. Вот лишь некоторые недуги, возникновение которых зачастую связано с избытком сахара в пище. Мышечная атрофия, склерозы, артриты, ожирение, снижение иммунитета, синдром раздраженной кишки и спастический колит, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, рак, болезни сердца, беспричинные депрессии, гормональные нарушения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, кариес, понижение уровня свертываемости крови. Сахар также охлаждает сексуальные желания, уменьшает сексуальную способность, ведет к фригидности, импотенции и бесплодию. Как ни печально, но этот список можно продолжать и продолжать. Механизмы развития патологий, перечисленных выше, довольно сложны, но в нескольких фразах их можно описать так. Попав в организм, сахар достаточно быстро трансформируется в глюкозу и поступает в кровь, что стимулирует повышение уровня белкового гормона инсулина, главная функция которого – доставить глюкозу к тканям для удовлетворения их энергетических потребностей, после чего уровень сахара в крови снижается. Избыток сахара, поступившего в организм, инсулин трансформирует в печени в гликоген, а остальное превращает в жир, часть которого сохраняется в первую очередь вокруг жизненно важных органов, а часть – в подкожно-жировом слое, вызывая со временем ожирение и повышая риск развития заболеваний печени и сердца. Систематические выбросы инсулина в большом количестве приводят к тому, что ткани органов становятся невосприимчивы к нему и глюкоза, которую этот инсулин принёс, не усваивается. А при этом инсулину не остаётся ничего другого, как превращать её в жировые залежи, в результате чего опасно повышается риск развития сахарного диабета. Избыток сахара становится причиной чрезмерной потери организмом многих жизненно важных минеральных веществ, в том числе кальция, истощает запас протеинов, приводит к вымыванию витаминов, что уведёт к возникновению кариеса, вызывает остеопороз, разрушение костей и хрящевых соединений. Недостаток протеинов повышает утомляемость и приводит к нехватке энергии. Специалисты Лондонского исследовательского медицинского совета выяснили, что чрезмерное употребление сахара вызывает изменение количественного и качественного состава бактерий, проживающих в кишечнике. В результате этих изменений происходит распад желчных солей и образование веществ, провоцирующих развитие рака. Удивительная вещь! Оказывается, по химической структуре сахар очень похож на алкоголь и вызывает эффекты, подобные тем, что вызывает этиловый спирт. В 2008 году учёные Принстонского университета установили, что когда мы едим сахар, высвобождаются определённые химические вещества, которые путешествуют по тем же дорогам мозга, что и героин. Опытным путём им удалось доказать наркотичность больших доз сахара, проведя исследования на лабораторных крысах. В начале опыта избыточное потребление сахара проявилось у грузунов выбросом в кровь гормона удовольствия, допамина. Со временем его уровень снизился, что стало причиной своеобразной ломки. Поэтому для поддержания исходной концентрации допамина крысам увеличили и без того огромную дозу сахара. Если говорить о человеке, то в наших организмах сахар вызывает сплеск гормонов счастья – эндорфинов, которые окрашивают впечатление в радостные цвета. По своей химической структуре эндорфины – родственники морфина и героина, хотя и мягче по силе воздействия, поэтому они еще носят название «естественных опиатов». На поверхности мозговых клеток имеются крошечные молекулярные структуры, называемые опиатными рецепторами. Они и активизируют допаминовую систему – центру удовольствия головного мозга. Эта опиатная реакция не просто доставляет нам удовольствие. Она сильно возбуждает аппетит, перенастраивая организм на единственную задачу – съесть как можно больше того, что только что побывало во рту. Вдобавок к этому сахар и его аналоги частично подавляют производство гормонов насыщения – грелина и лептина. Их недостаток считается одной из основных причин систематического переедания. Слишком много сахара на регулярной основе угнетает способность организма вырабатывать собственные естественные эндорфины без стимуляции извне, из-за чего еще более вырастает потребность в сахаре. Иными словами, человек попадает на сахарный крючок. Есть четыре основные признака наркомании – постоянное употребление, ломка, зависимость и кросс-сенсибилизация, привыкание человека к одному веществу и последующий переход к зависимости от другого, более сильного вещества. Все эти компоненты наблюдаются и при возникновении зависимости от сахара. В свете вышесказанного возникает вопрос – как же избежать неприятностей со здоровьем, вызываемыми сахаром? В основе избавления от сахарной зависимости, в первую очередь, конечно же, лежит изменение диеты и полный отказ от сахара. Когда происходит первое резкое сокращение потребления сахара, вероятно, возникновение головных болей и общей слабости. Но уже через неделю вы начнете себя чувствовать гораздо лучше. Сокращайте потребление сахара постепенно. Если в первые дни отказа от сахара вам будет казаться, что вам безумно хочется съесть что-нибудь сладкое и все мысли исключительно об этом, примите горячий душ или совершите небольшую прогулку. Если вы не можете пить чай без сахара, пейте его с капелькой меда, а кофе с молоком. Целесообразно включить в рацион питание продукты, способствующие выработке эндорфинов и заменяющие сладкое. Сюда следует отнести овсянку, гречку, бананы, свежевыжатый цитрусовый сок, индейку, ягоды, клубнику, виноград, грибы. Пейте как можно больше воды. Пробуйте новые блюда и специи, не содержащие сахара. Это поможет вам изменить вкусовые пристрастия. И, конечно же, откажитесь от продуктов, содержащих скрытый сахар. Пакетированные соки, лимонады, выпечка и так далее. Любите и берегите себя. Не болейте. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. Здоровья вам!